Здарова! Недорогой и экономичный свет – это правильный путь для любого начинающего автора. Мне всегда хотелось больше света для работы, но останавливала от покупки не только цена, но и энергопотребление. Для квартиры это очень важный критерий. Например, галогеновый свет потребляет очень много энергии, и 2 кВт могут серьезно навредить проводке в советском панельном доме. Поэтому у меня нет ни одного галогенового светильника. Про энергосберегающие лампы я уже рассказывал, можно вот здесь посмотреть. Сегодня расскажу о промышленных светодиодных светильниках. Обычно они продаются в больших строительных магазинах типа OB или Leroy Merlin. Вот такая вот штука. Главное преимущество, ради чего я купил этот прожектор – потребляемая мощность – 50 Вт. При этом световой поток, который выдает эта игрушка, больше 4000 люмен. Это то же самое, что включить 8 лампочек накаливания по 50 Вт. Из минусов и неудобств – прожектор светит холодным белым светом, температура 6500 К. Так как он уличный и предназначен для подсветки зданий, то это нормально. Но не подходит для моих задач. Мне нужен чисто белый свет или немного теплый. Что можно сделать? Использовать светофильтр. Это просто желтая пленочка, ее закрепляют перед стеклом прожектора. У фотографа в студиях она обычно есть, но у меня нет. Я взял восковой оранжевый детский карандаш и закрасил стекло. Светодиод нагревает корпус совсем немного, если это сравнивать с галогеновыми светильниками. И карандаш не будет поджариваться. Чем это удобно? Дешево я закрасил настолько, чтобы свет стал нужного мне оттенка. Карандаш можно смыть, можно опять все закрасить. Гибкая настройка. Из-за такой коррекции световой поток немного уменьшится, но в то же время и рассеется. Невелика потеря при такой-то светимости. Конечно, эта модель влагозащищенная в массивном алюминиевом корпусе. Такая броня в обычных студийных условиях совершенно ни к чему. Но если в моей студии, например, совершится потоп, то выживет только этот малыш. Все строительные прожекторы продаются не в полной готовности. У них нет кабеля, с вилкой. Ее придется купить и подключить самостоятельно. Все это от того, что такие прожекторы монтируют на улице и кабели тянут разной длины от общего щитка питания. Еще один недостаток это вес. Почти полтора килограмма. Устанавливать такое высоко не стоит. Ему требуется массивная стойка или основательное крепление. Например, на стену. У меня он просто стоит на полу и освещает снизу. Доволен ли я покупкой? Вполне. За свои полторы тысячи рублей этот светильник будет служить очень долго. Обещают пять лет непрерывной работы. Если что, в хозяйстве тоже пригодится. Мало ли я захочу его, например, повесить в гараж. Такие дела. Было полезно? Не жалей лайк. Чтобы ничего не пропустить, подпишись здесь на YouTube или на группу ВКонтакте. Будьте в курсе.